Во время своего пребывания в северной столице патриарх московский Евсея Руси Кирилл совершил освящение одного из старейших храмов города – Церкви Святых Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Деревянный храм на месте современной церкви Богоприимца Симеона и Пророчицы Анны был воздвигнут в 1712 году по повелению царя Петра I. Храм был освящен во имя архистратига Божия Михаила. По указу императрицы Анны Иоанновны в 1734 году на месте обветшавшего деревянного храма по проекту Михаила Земцовой под руководством архиепископа Феофана Прокоповича была воздвигнута каменная церковь. Храм был наименован императорским и на протяжении 80 лет входил в придворное ведомство. Именно в нем, до постройки церкви Рождества Богородицы на месте нынешнего Казанского собора, происходили особо торжественные общегородские богослужения. В 1797 году император Павел I в ознаменовании рождения его дочери, нареченной в честь Святой Праведной Анны Пророчицы, повелел на портале церкви вдрузить орден Святой Анны. Церковь была закрыта в 1938 году. И у меня, как у человека, родившегося в послевоенное время, в первый послевоенный год, хорошо в памяти сохранились эти картины. Храм был неразрушен, но он был в тяжелейшем состоянии. И тогда в святение Бранца ходила такая мечта, что уж наверняка вот этот храм разрешат открыть для совершения богослужения. Однако богослужения в церкви начались лишь в 1992 году. Два года приход делило церковное помещение с музеем метрологии Главной геофизической обсерватории. С 1994 года церковь Семена Богоприимца Иоанна Пророчица стала исключительно Божьим храмом. С самого начала настоятелем здесь служит метрофорный протерей Олег Скобля. Я бы хотел поблагодарить настоятеля отца Олега за уже долгие трубы по возглавлению этого прихода. Именно на это время и выдалось особое действие, связанное с приведением этого храма в то замечательное состояние, в котором мы сейчас живем. Это не просто ремонт. Это очень глубокая и оболочная реставрация здания, которое является памятником, историческим памятником города. Во внимание к значительному участию в ремонтно-восстановительных работах храма святейший патриарх Кирилл наградил генерального директора Санкт-Петербургского государственного академического Михайловского театра Владимира Абрамовича Кехмана орденом святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. В память об освящении святейший владыка передал в дар храму и икону «Тайные вечери». В ответ настоятель храма протерей Олег Скобля преподнес патриарху список чтимой псковской иконы воздвижения честного и животворящего креста. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ